Сегодня в Краснодаре прошли похороны мальчика, которого по данным следствия убил отчим, а потом инсценировал его исчезновение. Трагедия произошла почти две недели назад. Родители пятилетнего ребенка сообщили в полицию о его пропаже. Больше суток мальчика искали правоохранители, спасатели и волонтеры. Позже, во время допроса, отчим и мать сознали, что мальчик мертв. Следователи установили, что во время домашней ссоры мужчина нанес ребенку множество ударов, от которых он позже скончался. Затем вывез тело на берег реки Кубань и закопал. О том, что будет сестрами мальчика, узнал Александра Шпакова. Вы считаете, что после четырех приводов за проституцию, это мать нормальная? Там сказали, да, но это же было до того, как. Вы просто просмотрите вот это вот. А вы сами знали, что она этим занимается? Да, я знала. Ну, вы знаете, я была удивлена, конечно, когда я узнала. Я была удивлена. Я знала. Я знала. Я знала. Когда это вот? Это было где-то больше двух лет назад. Сегодня в небольшом доме в Краснодаре собрались родственники и соседи, чтобы проводить в последний путь пятилетнего мальчика. Нет только матери. Она бросила старшую девочку и Вовочку. Вовочку до четырех годиков воспитывали. У неё ещё вот полтора годика девочка. И вот сейчас в августе ей рожать четвёртого ребёнка. Не было на похоронах и отчима. Он находится под стражей. Анжелика Васильевна, бабушка умершего ребёнка, хочет взять под свою опеку всех внуков. Раньше она пыталась забрать детей себе, но безуспешно. Она раз в нос вместе с ним ушла. Не взяла ни детей, никого. Потом, когда вот эти выплаты, когда была пандемия выплаты, она пришла и говорит, дай мне свидетельство. А у меня все свидетельства. Я говорю, дай мне в поликлинику ходить, мне в школу девочку. Говорю, дай мне свидетельство. Я говорю, я тебе ничего не дам. Зачем они тебе? Мне надо выплаты получить. Я ей сказала, ты никакие выплаты не получишь. Хоть одна, пускай выплата, пойдёт на детей. Соседи нам показали дом, где мать мальчика останавливалась, когда приезжала за свидетельством о рождении сына. Была она здесь и во время поисков ребёнка. Сейчас никто из родственников не знает, где находится женщина. Мы предположили, что она сейчас в этом доме у подруги. Но нам никто не открыл. Позже мы нашли номер её телефона и позвонили. Если возможно, пару слов о том, что произошло. При этих следователей узнать. А с вами возможно лично встретиться, поговорить? Для чего? Ну, узнать нюансы, узнать, что произошло на самом деле. А следователь? Узнать или следователь? Извините, интервью, следователь. Вам же бабушка напела всякая химия. Отказалась она и назвать место, где отчим спрятал тело сына. Его нам указали соседи. Вот это место, где предположительно было найдено тело мальчика. Под мостом на Пашковской переправе вырыто около 10 ям. Примерно полтора метра на метр каждая. Есть информация, что это следы поисков правоохранителей. Как рассказали нам соседи, задержанный именно где-то здесь. Жег сумку, в которой и принес тело ребенка. В своем доме бабушка погибшего мальчика сделала уголок памяти внука. Близкие, друзья и соседи до сих пор не могут поверить в произошедшее. Все игрушки, вот машинки, которые он любил, знал все модели. Покажите, пожалуйста. Вот фотографию. Вот любимые игрушки. Даже ангел. Игрушки принесли и на могилу ребенка. Машинки, супергерои, цветы – это последние подарки от близких. Сейчас прокуратура решает судьбу его сестер. Сегодня органами опеки и попечительства были изъяты оставшиеся дети, матери и помещены в специализированные учреждения. Кроме того, органы подали исковое заявление в суд о лишении родительских прав. Пока дата судебного заседания не назначена. Александра Шпакова, Самирогачаев, Кубань, 24, Краснодар.